Здравствуйте, я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в XVI-XVII веках и исследования Берия, заговорят классы, личность в спецоперации «Социализм», а также многих других книг на русском и английском языках, вышедших в России, в Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других странах. Сегодня я продолжаю цикл подкастов, посвященный книгам по военной истории раннего нового времени, написанным и изданным на русском языке, что чрезвычайно важно для большей части моих слушателей. Сегодня я хотел бы рассказать о книге «Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV-XVI веках. Главные тенденции политических взаимоотношений». Эта книга была издана в Москве еще в 1984 году, но она по-прежнему является не только остро актуальной, но и, наверное, лучшей, с моей точки зрения, из изданных на русском языке книг по османской истории той эпохи. За этим мудреным академическим названием, почему оно было сделано именно таким, мне трудно сказать, скрывается очень высококачественное и чрезвычайно увлекательное исследование, с которым я рекомендую своим читателям ознакомиться. Важно это еще и потому, что, как и та книга «Наполеон Академика Тарли», о которой я рассказывал в прошлый раз, книга про Османскую империю в XV-XVI веках доступна в открытом доступе в интернете, ее можно скачать и прочитать. Итак, чем интересна эта книга? Во-первых, она интересна годом своего издания. Это 1984 год, несомненно, она писалась и готовилась несколько лет до того. Хотелось бы напомнить, что то была эпоха советского вторжения в Афганистан, когда проблемы Востока встали для руководства Советского Союза, для стратегического руководства Советского Союза во весь рост. И тогда, вероятно, кто-то в отделе науки Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза спохватился, что на фоне чрезвычайного развития западного османоведения, западной атаманистики, которая позволила совершенно ново взглянуть на историю Османской империи, на проблемы Востока, на проблемы развития Ближнего Востока, на проблемы развития исламских государств, В Советском Союзе такой школы, несмотря на наличие специализированных институтов, института востоковедения Академии наук, на наличие специализированных кафедр востоковедения, особенно мощных в Москве и в Ташкенте, создать советскую школу османоведения не удалось. Тогда, по указанию, вероятно, отдела науки Центрального комитета КПСС, была подготовлена эта книга, причем на ее создание были брошены ученые с поистину мировыми именами, но которые занимались не столько проблемами Османской империи, сколько проблемами Восточной и Юго-Восточной Европы, где в Советском Союзе удалось создать мощнейшую школу регионалистики именно по истории этого региона, по истории Восточной и Юго-Восточной Европы. Итак, эта книга была создана учеными с первоклассными мировыми именами, которые специализировались по истории, политической истории и военной истории Восточной и Юго-Восточной Европы. Написание ими книги по Османской истории позволило взглянуть на Османскую историю именно так, как надо на нее смотреть. Западная школа османоведения, западные школы атаманистики, они смотрели на историю Османской империи и продолжают смотреть на историю Османской империи с точки зрения самой Османской империи изнутри, пользуясь тем отличным доступом к Османским архивам, которые сейчас обеспечивает турецкое правительство и пользуясь тем мощнейшим потенциалом самой турецкой исторической науки, которая исследует историю Османской империи. Но в любой войне, в любой политике, в любой стратегии всегда несколько сторон. Нельзя изучать ее, понимая только одну сторону. Нельзя изучать историю Османской империи, не понимая отношения к Османской империи и восприятия Османской империи государствами, которые ее окружают, ее соседями, ее геополитическими и стратегическими конкурентами, ее врагами. Так вот, именно балансируя понимание Османской империи, исходя из ее собственного мировоззрения, из собственного представления османов о своей роли в истории, о своих стратегических задачах и представления об Османской империи, противодействия Османской империи, которые оказывали ее соседи, ее враги, построена эта великолепная книга, о которой я рассказываю сегодня. Хочу напомнить своим слушателям, что библиографическое описание этой книги, как и других книг, о которых я говорю, содержится в описании к подкасту. По этому описанию вы можете ее приобрести в магазине, можете заказать в библиотеке и прочитать. Итак, что интересного выявили первоклассные советские ученые во главе с редактором этой книги, академиком Грековым, в истории Османской империи? Почему эта книга, как я уже говорю, является одной из лучших на русском языке книг по османской истории, гораздо лучшей, чем те переводные книги, которыми пичкают наши издатели, наших читателей? И почему ее нужно найти и почитать? Во-первых, эта книга при внимательном чтении позволяет рассмотреть динамику в соотношении развития такого мощного государства, как Османской империи, динамику соотношения этнического драйва, то есть становления турецкого этноса и захвата турецким этносом территории для образования собственного государства, для построения собственной нации. Этого этнического турецкого драйва, соотношения его с военными технологиями, которыми пользовались турки, османы для того, чтобы приобрести вот эту государственную территорию для своего развития и для того, чтобы сколодить империю из подвластных им окраинных по отношению к Османскому центру народов и текущей политической ситуации, которая позволила им сделать. Поясню. Этнический драйв заключается в том, что турки-османы, как представители тюркских племен, переселявшихся активно в Малую Азию, из Центральной Азии через Северный Иран, под влиянием мощнейшей волны монгольского нашествия, которая вызвала эту тюркскую миграцию. Перед этой волной монгольского нашествия шла тюркская миграция и последовала за этой волной, поскольку монголы устроили в Средней Азии колоссальный и жесточайший передел, кочевий передел возможностей для жизни различных племен и народов. И часть этих племен и народов предпочла мигрировать в Малую Азию, на Северный Иран, для того, чтобы занять там пустующие, опустевшие, либо занимаемые более слабыми этносами территорий. Итак, этническая история турецкого государства, по крайней мере в 15-17 веках, о чем рассказывает та книга, про которую я говорю, заключалась именно вот в этом вот этническом тюркском, теперь можем мы даже сказать турецком драйве, который обеспечил переселение тюркских племен, их умножение, увеличение их численности и занятие ими своей этнической территории. Почему военные технологии непосредственно смыкаются с этим этническим драйвом? Потому что военными технологиями, которые обеспечивали вооруженный таран этому переселению тюркских племен, были те же самые монгольские кочевые военные технологии, которые позволили монголам в 13 веке разгромить такие мощнейшие государства, как Киевская Русь, Польское Королевство, Венгерское Королевство, выйти к Серединной Германии, в центре Европы, выйти к Западным Балканам. Что это за военные технологии? Эти военные технологии включали в себя техническую часть, которая была основана на существовании мощных конных армий, основной боевой силой которых являлись всадники-лучники, владеющие приемами стрельбы на скаку и оперативного мастерства. То есть это мощнейшее проникновение конных армий на глубокие расстояния на территорию противника с целью разгрома его военно-политических центров, с целью недопущения своевременной мобилизации сил противника, разгрома его по частям. Это первая часть кочевых военных технологий. И вторая часть – это постоянная рейдовая активность. То есть проникновение небольших, относительно небольших, групп всадников-лучников на территорию противника для разгрома его мирного населения, для разгрома его вооруженных сил в широкой програничной зоне. В широкой, потому что военные технологии тюрков, обеспеченные особыми качествами их конницы, так же как военные технологии монголов, позволяли в достаточно короткие сроки преодолевать значительные расстояния в несколько десятков и сотен километров, для того, чтобы превратить в пограничную зону, зону войны, значительную часть территории своих противников. Итак, вот эти кочевые военные технологии были использованы тюркскими племенами при их переселении в Малую Азию, прежде всего против Византии, которая стала в то время буферным государством на границе Европы и Азии, для того, чтобы разгромить сначала малоазийские владения Византии и захватить их, затем проникнуть в европейские владения Византии, прежде всего в Афракию, затем проникнуть на Балканы, разгромить балканские, византийские армии и армии балканских народов, таких как сербская и боснийская армии, и захватить Балканы. Этнический драйв тюрок и их военный драйв, связанный с владением вот этими передовыми военными технологиями, в контексте данной книги и в контексте истории Турции, они неотделимы. Их нужно рассматривать именно так. Но их, как учит эта книга, надо рассматривать и с прицелом на ту политическую ситуацию, которая сложилась в то время, на политическую ситуацию, связанную с ослаблением Византии. В Византии были военные технологии, так же, как эти военные технологии были и в Киевской Руси, военные технологии такие были и в Европе, которые позволяли остановить натиск кочевников, остановить этнический драйв тюрок. Но Византия сделать это не смогла в силу своей внутренней слабости. И вот эта внутренняя слабость Византии, как элемент геополитической ситуации, стратегической ситуации, которая позволила раскрыться этническому драйву тюрок и раскрыться тюркским военным технологиям, вот эта специфика гражданской войны, гражданского неспокойствия в государстве, являлась важнейшим уроком византийской истории, важнейшим уроком истории ранней Османской империи, которой необходимо не только знать нам, потомкам, тех людей, тех народов, которые подверглись османскому натиску, но ею руководствовались этим пониманием опасности гражданской войны, руководствовались и политики того времени. И многое, например, в политике Ивана Грозного, хотя бы судя под его сочинением, объясняется тем, что Иван Грозный отлично знал историю Византии, отлично знал опасность гражданской войны, отлично знал опасность, ту опасность, которую представляют из себя различные группировки правящего класса в случае, если они начинают бороться между собой и привлекать на свою сторону соседей, опасных соседей. А здесь необходимо вспомнить, что Московское государство и во времена Ивана Грозного, и ранее подвергалось той же самой тюркской кочевой опасности, находилось под тем же самым этническим и военно-техническим, военно-технологическим давлением тюрок, кочевых народов, что и Византия эпоху своего падения, эпоху, когда она была подчинена Османской империи. Кроме того, эта книга позволяет отследить развитие военной технологии Османской империи. Многие книги, которые издаются по Османской империи, они заваливают читателя терминами «провинциальные темариоты» или «воины османской поместной конницы», «янычары», «сипахи» и так далее. Но они не показывают, что каждая из этих военных технологий, каждая из этих социальных групп, и это еще один важный элемент этой книги, что она показывает османские военные технологии как военные технологии, то есть тактика боя, техника боя, присущие определенным социальным группам. И так, последовательность османских завоеваний вызывала последовательность появления и мутации военных технологий. И, например, «янычары», как они были придуманы султаном Боязидом I, молниеносным, они существенно отличались от султанов эпохи султана Сулеймана Великолепного, и затем они существенно, существеннейшим образом отличались от султанов конца 16, от «янычар» конца 16-го, начала 17-го веков. И когда мы говорим о столкновении соседних народов, о столкновении соседних государств, польско-литовского государства, венгерского государства, габсбургов или московского государства с османами, в разные эпохи мы должны понимать, что вооруженные силы Османской империи в этих столкновениях были разные, и ход и исход этих столкновений во многом зависели или преобладающие зависели как от силы врагов, противостоящих Османской империи, так и от мутации этих военных технологий. Вот эти особенности военных технологий Османской империи я подробно описал в моей книге второй части трилогии «Украинская война. Османский прорыв», и в том числе используя материалы той книги про Османскую империю в XV-XVII веках, о которой я рассказываю сегодня. Необходимо, кроме того, сказать, что вот эта книжка, хотя она и рассказывает прежде всего об Османской империи, о взаимоотношениях Османской империи со странами Восточной и Юго-Восточной Европы, она не обошла вниманием важнейший фактор османских войн с сифивидами. Сифивиды – это религиозный орден, который в конце XV-XVI века захватил Персию и Южное Закавказье, где сифивиды создали свое мощнейшее государственное образование, приняв титул шахов, древний титул персидских царей. Империя сифивидов или Иранская империя, Персидская империя, как ее можно, наверное, уже называть ближе к концу XVI века, стала важнейшим геополитическим противником османов. Османы не только как маятник вынуждены были постоянно колебаться между необходимостью ввести войну на Балканах и войну в Закавказье, в Месопотамии, на территории нынешнего Ирана. Но и военные технологии, которые они вырабатывали на Балканах, использовались против сифивидов в Закавказье и в Месопотамии, и военные технологии, которые османы вырабатывали в войнах с сифивидами, использовались затем на Балканах. Это был мощнейший трансферт военных технологий, которые та книга, о которой я говорю сегодня, позволяет отследить. Кроме того, эта книга чрезвычайно важна для понимания стратегий. Стратегии как той науки, как того искусства, как того представления о военно-политической реальности, о крупных военно-политических вопросах, о которых я говорил в ряде своих последних подкастов, одним из важнейших пунктов османской большой стратегии является проблема Черного моря. И то, как видели османы проблему Черного моря, во многом напоминает то, какой проблема Черного моря является, наверное, в умах современных стратегов. Османы стремились к тому, чтобы превратить Черное море в свое озеро, сделать его, Черное море, побережье Черного моря, сделать опорной линией для своей удаленной границы, которая проходила в то время в открытых степях и которую они оформляли, подчиняя себе прежде всего Крымское ханство и различные кочевые орды нагайцев и так далее по периферии Черного моря, по периферии Кавказа. Вот это видение Черного моря, как закрытого османского озера, оно чрезвычайно важно для понимания истории Османской империи. Вот это видение, которое большая часть западной атаманистики, западного османоведения лишено, оно чрезвычайно ярко показано в той книге, о которой я говорю сегодня. И, наконец, последний важнейший момент в этой книге, который мне казалось необходимым понимать читателю, для чего ее необходимо читать, это понимание империи. Империя, как термин, очень часто используется сегодня в телевизионных передачах, в политических рассуждениях, в высказываниях различных стратегов, стратегов без кавычек, и стратегов в кавычках, которые поучают читателей, слушателей, зрителей о том, какая должна быть внешняя политика тех или иных государств, их внутренняя политика. Итак, что такое империя? Вот эта книга, о которой я говорю сегодня, советская академическая книга про Османскую империю в 15-17 веках и ее взаимоотношениях со странами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы позволяет понять, что далеко не всякое крупное государственное образование является империей. Империей является государственное образование, в котором, во-первых, четко различается ядро и периферия, то есть центр и окраины, которые находятся в определенном иерархическом взаимоотношении, но при этом окраины империи обязательно обладают высокой степенью автономности, и их элиты, то есть их руководящие круги, обладают автономностью в проведении своей внутренней политики, а внешнюю свою политику подчиняют Центру. Но при этом империя всегда является в определенной степени паразитическим институтом, который направлен на то, чтобы возвеличивать Центр за счет периферии. Как только империя перестает отвечать этому требованию, как только империя посвящает себя развитию прежде всего периферии, она перестает быть империей. Во-вторых, очень важный момент, который необходимо понимать для того, чтобы видеть, что такое империя и отличать империю от другого типа государственных образований, от другого типа государственных процессов, является ее силовой характер. Империя – это всегда диктатура силы. Не бывает империй, созданных династическим, мирным, экономическим, социальным путем, путем сотрудничества, путем религиозных или каких-то других убеждений. Империя – это всегда порождение силы. Поэтому, понимая вот эти два принципа, обязательную иерархичность империи с посвящением эпицентра деятельности ее центральных правящих кругов усилению центра – раз. И второе – понимание того, что империя всегда является силовым организмом. Вот это понимание чрезвычайно важно, когда мы анализируем в том числе и те процессы международной политики, во внутренней политике различных государств, которые происходят сегодня. И прикладывая это понимание, мы с усмешкой можем смотреть и слушать тех людей, которые учат нас стратегии внешней политики, которые учат нас тому, какая политика является имперской и какая политика является антиимперской, и вырабатывать свое собственное понимание реальности для того, чтобы не просто знать и понимать эту реальность, а для того, чтобы выжить в ней. Итак, я рассказывал сегодня про очень интересную, очень важную и одну из лучших книг на русском языке по османской истории – книгу «Османская империя» в Центральной и Восточной и Юго-Восточной Европе в XV-XVII веках, изданной в Москве под редакцией Академика Грекова в 1984 году. Я Владимир Широгоров, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в XVI-XVII веках и исследования Берия», «Заговорят классы», «Личность спецоперации социализма», а также многих других книг на русском и английском языках, вышедших в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других странах. Мои книги вы можете приобрести по ссылке к этому подкасту. Подписывайтесь на него, подписывайтесь на мой канал «Знаменосец», и я расскажу вам еще много интересного о военной истории раннего нового времени и о истории Советского Союза. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok